Всем привет! Сходить по-большому жизненно важно для твоего организма. Это естественный способ избавления от отходов, которые не нужны твоему телу. Вот почему запах и вид твоих кокулек может подсказать тебе, что происходит внутри организма. Пища, которую ты съедаешь, превращается в экскременты обычно через 1-3 дня. Кокульки состоят из неусвоенной еды, бактерий, слизи и мертвых клеток. Вот почему они имеют, мягко говоря, неприятный запах. Насколько часто нужно ходить по-большому? Обычно это один или два раза в день. Кто-то ходит чаще, кто-то реже. Пока тебе комфортно, ты в порядке. Чтобы стул был здоровый, употребляй 20-25 грамм клетчатки и грубого волокна в виде фруктов и овощей. Пей много воды и занимайся легкой физкультурой. Если есть проблемы в виде запора, опять же фрукты в помощь, особенно шухофрукты типа кураги. Когда нужно обратиться к врачу? Если какой-либо симптом случается один раз, нет повода для паники. Однако, если он повторяется, тут нужна медицинская помощь. А про симптомы сейчас вам и расскажу. Кокулька в виде колбаски, гладкая и шелковистая, это оптимальная форма экскрементов. С тобой все в порядке. Отдельные твердые комки, похожие на орешки. Тебе не хватает жидкости и волокна в организме. В этом случае пей побольше воды и налетай на фрукты и овощи. Жидкий стул без твердых кусочков означает, что у тебя диарея, дружок. Возникла она из-за какой-либо инфекции. И диарея – это способ очищения для твоего организма. Убедись, что при диарее пьешь много жидкости, чтобы восполнить ее расход. Иначе тебя может ожидать дегидратация. Кокулька в виде сосисочки, но состоящая из отдельных комков. Не так серьезно, как отдельные твердые комки, но попить воды и закинуться фруктами с овощами не помешает. Отдельные мягкие комки с обрезанными краями. В этом случае тоже ничего плохого, если ты ходишь в туалет несколько раз в день. Сосисочка, но с трещинами на поверхности, также говорит о нехватке воды в твоем организме. Эдакие пушистые кусочки с оборванными краями и при этом стул мягкий, но не жидкий. Ты на границе нормального стула. Будь готов к приближающейся диарее. Мягкая кокулька, которая прилипает к стенкам унитаза. Ты слишком много употребляешь масла. Такие болезни, как хронический панкреатит, не дают телу нормально абсорбировать жиры. Теперь разберемся с цветом стула. В норме он должен быть коричневого цвета. Кстати, он такого цвета из-за желчи, которую производит печень. Зеленый цвет указывает на то, что еда слишком быстро проходит через толстую кишку. Либо ты переел много зеленых овощей или еды с зелеными красителями. Желто-сальный цвет, при этом слишком сильно зловонный, указывает на избыток жира. Это может быть следствием расстройства всасывания желудка. И тут надо подлечиться. На черный цвет нужно обратить особое внимание. Это может означать внутреннее кровотечение, вызванное язвой или раком. Также некоторые витамины, содержащие железо или висмут, могут окрасить твой стул в черный цвет. Обрати еще внимание, если стул к тому же липкий. И если тебя это беспокоит, обратись к врачу. Светлый, белый или цвет глины. Такой расклад может означать непроходимость желчного протока. Также некоторые лекарства могут стать причиной светлого стула. Обратись к врачу. Красный цвет или стул, содержащий кровь, может быть симптомом рака. В этом случае незамедлительно обратись к врачу. Как видишь, кокульки многое нам говорят о здоровье. Ставь палец вверх, подписывайся на канал, а также смотри другие выпуски инфографики. Что делать, если загорелся твой дом и самый сложный язык для изучения. Все, пока!